Пойдем погуляемся на лагерь и потом сюда и дорога. Пойдем погуляемся на лагерь и потом сюда и дорога. Пошли, 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 герку, габри, дай герку. Занятия наверное? Нет, собрание по поводу... Пойдем по деревне и... Нет, мы сначала вопросы решим. Сейчас один вопрос. Нет, отец, 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 отец. Да, я встречался несколько раз, был у нее дома, Андрюшу знал. Андрей там где, в Александрове служит? Ну он сейчас где-то в Ступино, по-моему. Он в то время учился только в 7 классе, где-то так. Был я у нее. А в каком это году? В 60-х годах уже было, да? В 60-х годах? В 60-х годах так было? Сейчас мне сказать, это трудно. Надо посмотреть, у меня дневник я вел. Дело в том, что я пришел к ней, принес мед. У нас пасека у матери была. Это в каком году наши разъехались-то? В 72-м. В 72-м? Да, это раньше было, в 60-х годах. А потом женщина ей помогала и говорит, она выбросила мед ваш. Я говорю, почему? А потому что боится, что ее отравят. Она в церкви боялась защищать, что в проспоре дадут ей яд отравят. Она была духовно тяжело больной человек. Тяжело больной была, да? Тяжело больной. Ее-то раскрутку дал Александр Пивоваров. Первый, который о ней упомянул. Дело такое. У ней были деньги. В то время стабильно стояли цены. Для нее десятка ничего не значило. Сотни, сотни. Это я за месяц получал 72 рубля. Она боялась пойти к зубному врачу. Поехала в Новосибирск. Я в это время пришел, я не знал, что она не дома. Это Андрюша уроки учит. Мы сидим с ним разговариваем. Она в это время приезжает и рассказывает. Она у врача и вдруг ей голос. Андрея взяли, его пытаются сейчас, пытаются узнать, где-то и... Вот она влетает в комнату. Опять посмеялся надо мною. То есть голос, который был... Она хватает первую машину, самосвал. И на самосвале летит из Новосибирска в Барнавул. Опять, опять, то есть неоднократно. То есть это лукавый ее мучил? Это лукавый мучил ее. Я принес ей Евангелие. Я говорю, вот Евангелие. Евангелие... Ну, да дальше она стала говорить. Она не ругаться. Она знает все, она не знала Евангелие. Я принес ей, кажется, Новый Завет. Тогда трудно было достать. Пришел ее... У нее ничего просить. Не надо доказательств. Не надо. Я верю в воскресенье из мертвых. А остальное все там было, это мне неизвестно. Вот что врач... Говорили там где-то... Хорошая такая книга есть. У меня в книгах это отображено. Да, действительно, у нее свидетельство было, что она не умерла. И на рва. Мы верим, это нас нисколько не удивляет. Господь сильно поможет. Но состояние было духовное... Духудышное. Совершенно. Почему? Не было Евангелия. Я сильно испортила... Может быть добавила к этому то, что вот это почтение... Внимание. Большое внимание, да. Очень большое. Это на Крупской, я кажется, 96. Там домик такой хороший был. Стоит. Это Ольга Темная. Да. Ольга Темная, Перегудова. Которая хранится по крови. Казанской иконы. Ольга Темная. Конечно. Она же потом в Барнауле жила. Тогда варежка был скрученный. Да, да, да. Их отношение какое было. Вот пришли к Ольге и говорят. Дома тоже вот. Вот. Как вот к Ивану идут? К Ивану это люди, которые Бога не знают. К Ивану подошли, а он тоже лежит в люльке. Как он? А кто к Ольге ходит? Те же. Вниз головой в ад летят. То есть каждый привлекал к себе. Говорит, переворот надо было влечь за собой. Отношение их было. А друг друга они никак не знают. Только слышат, видят. У того больше или у этого. Кто победит. Совершенно. Кто победит, да. Да. Ну а почему не сказать так-то? Вот было, да, так было. Вот был Дмитрий Епископ. Но перед концом он приехал сюда, вы знаете. По-хорошему. Все. Ничего у нас нет. Он каждый день в моей молитве. Мы договорились молиться. Он благословил там на благовестие, машину. А уж про митрополита Сергий говорить не надо. Это дар Божий. Я как-то написал. Еще он епископом был. В патриархию. Письмо о нем. Говорю. На гастрадальном Алтае. Вы наконец-то дали епископа, что можно поговорить. Он мне тут же ответил письмом. Я в лагере засчитал. Как вы высоко оценили мою деятельность. Да я не достоин этого. Это митрополита. Когда он епископ был еще. Видите, и нынче. Он мог бы ответить как-то. А он так ответил, что по интернету сразу пошло. А как же об Игнатии говорят? А митрополит, который там с ними. Да они сейчас на митрополита кинулись. Он говорит, а что это за люди такие? У меня такое впечатление, что они вас убить хотят. Зло бы их определил как. И правильно. Потому что насеянное зло дает сходы. Где Бога нет. И я называю имена, от кого это идет от Боркина. Он четыре раза на меня наплывал. Четыре раза. Когда он приезжал в Барнаву, в Агу выступал. Наши люди пришли, пригласили. А я в ГТУ вел занятия. Я в пяти университетах вел занятия. Но тут больше всего. Он сразу, этот псевдоправославный, не встречался ничего. В епархии собрались силовые ведомства КГБ, воинские. Кажется, кто там были-то, когда он приехал. Ну и кто-то задал вопрос. А мне передала это зав. кафедры теологии. Волобоева Марина Маратовна. И говорит, вчера там у Максима все представители прессы были. И задали вопрос. Он прям сходу начал псевдоправославное там и понес. В это время, говорит, встал, кажется, Ардов фамилия. Сейчас не могу сказать. Майор КГБ и говорю. А у нас, говорит, с Сладкиным хорошее отношение. Он камень за пазухой никогда не носит. Он нам все выговаривает. Я говорю, на вашей совести столько, когда они брали. Он меня первый допрос сделает, а я говорю ему слава, чтобы он обратился. То есть соотношение хорошее. И они его. И он сразу сел. Один раз мой Кузнецкий. Наш человек Михаил Кальмая. Михаил Михаилович из Тимиртау. Подает записку. А как вот об Игнатии скажут. Да это там наша. Он говорит. Нет. Александр Леонидович, не так. Я вот через него пришел. Через его пленки. Я крестился сейчас. Мама крестилась там. Подруги сколько есть. И он уже как обмякнулся. Ну тогда я не знаю. Это первый раз, когда он сказал не знаю. Это все заснято и записано. Я говорю не понаслышке. Это вот что, что я говорю на рождественных чтениях. Аудио у меня прямо там записано и поступило. Это я попросил отпечатать юношу. И мы выставили. Меня о нем спросили. Первый раз увидел. Я сказал, этот человек не тот, за кого себя выдает. Я ничего его еще не считал. Потом стал смотреть. Он натравит друг на друга. Всех делает болванами, баранами. Он натравливает одного на другого. И сейчас там такие выступают люди. Десятки, десятки роликов. Там по порядку. Откуда он? Сколько лет он в психиатрии лежал? Сколько наркоманом был? Далее. Никакой профессор, нет у него ни звания. Липовый. Шарлатан там название только. Ничего у него этого звания нет никаких. Но перед тем, как его направить, он прошел курсы в Израиле и в Америке. Человек с главным гражданством. И тогда направили сюда. Сглотнули. Как это можно было не видеть? Это полное отречение от благодати Духа Святого. Дух Святой сразу бы открыл. Дух мирен стяжи. Мирен. Вот тогда был бы разговор другой. Пойдем. 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 Пойдем.